В Тюмени продолжается строительство набережной. Началось благоустройство участка от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Заросший берег превратится в современную пешеходную зону, а сама набережная станет в два раза длиннее. Когда можно будет прогуляться по гранитному берегу, узнала Александра Сосновская. 700 метров влево, 620 вправо. Расплываться в разные стороны границы главной достопримечательности Тюмени стали одновременно. Нижняя часть будет затопляемая, и она будет устроена из гранита. А верхняя часть уже будет в брусчатке. Плюс здесь будет предусмотрена парковка на 120 автомашин. На территории старой пристани сейчас укрепляют берег и отсыпают склоны. В зоне перестройки оказалось 5 исторических памятников. К зданиям подведут инженерные сети, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Водонасосная станция, дата сооружения, конец 19 века. Объект хоть и культурного наследия, но в таком виде вряд ли станет украшением новой набережной. Проект реставрации практически готов. Будет воссоздан внешний вид объекта. А вот что будет внутри, ресторан или магазин, зависит от желания инвесторов. Уже известно, что каменный Пагаус станет многофункциональным центром туристического обслуживания. Для маломерных судов в этом районе оборудуют лодочный причал, а для гуляющих пешком горожан – общественные туалеты. Подрядчики вернулись и на участок от реки Тюменки до Свято-Троицкого монастыря. В прошлом году работы были приостановлены из-за выявленных дефектов берегового склона. Проект откорректировали и снова пустили в работу. Через год протяженность набережной составит 3 километра. Уникальность объекта уже оценили и на российском уровне, и на местном. По набережной катаюсь я ежедневно, каждый вечер, каждый день. Я живу здесь недалеко, поэтому очень удобно здесь спускаться. Жду не дождусь, пока откроют. Шикарная набережная. Причем я разговаривала с людьми из других городов, все восхищенные просто. Надеемся, она будет дальше красивая такая же. Благоустройство намечено и на том берегу. На первом этапе подрядчики выйдут на участок от улицы Щербакова до Чкалова и в район береговой. На этих очередях будет предусмотрено такие, так скажем, три зональности. Это где тихая зона, где спортивная зона, где зона отдыха. Значит, у нас сегодня проект в стадии доработки. Мы думаем, что мы в этом году его благополучно завершим. Так что продолжение следует. Александра Сосновская, Владимир Кондратьев. Тюменское время.